Здравствуйте! В эфире программа «Экстренный выезд» в студии Ильхам Нигматуллин. Сегодня мы расскажем вам о самых заметных происшествиях, случившихся в Обнинске и ближайших городах за прошедшую неделю. Алкоголь нередко провоцирует людей на агрессию. Если в руках нетрезвого человека оказывается холодное оружие, может произойти что угодно, зачастую с самыми неприятными последствиями. Вот так вот, а, упал, термос вот завалился, вот так вот, а, вот так вот, завалился, все. На днях инспекторы ДПС в Обнинске задержали мужчину, который мало того, что не имеет водительских прав, так еще и сел за руль своего автомобиля в нетрезвом виде. И как давно вы ездите без права? И новые дорожные истории, статистика которых, к сожалению, не улучшается. Если бы не ушел бы, то я с двумя малолетними детьми, меня бы здесь в машине и прибил бы. Смотрите через несколько секунд только в нашей программе на телеканале Обнинск ТВ. И сейчас подробнее о том, чем запомнится уходящая неделя. В четверг, 5 февраля, в деревне Тимашова Боровского района на дороге произошла ситуация, которая могла бы привести к трагедии. Водитель иномарки Киа с семьей ехал в сторону Обнинска. По встречной полосе ему навстречу двигался, груженный кирпичами КАМАЗ. Причиной, по которой из прицепа на проезжую часть высыпался груз, скорее всего, послужило то, что в процессе движения грузовик попал в придорожную колею, а водитель потерял управление. Что могло быть, если бы не было? Ну вот если бы не ушел бы, то я с двумя малолетними детьми, меня бы здесь в машине и прибил бы нас. К счастью, водитель иномарки оперативно сориентировался в этой ситуации и пострадал только его автомобиль. Также в этот день на 104-м и 108-м километрах Киевской трассы полицейские задержали пятерых жриц любви и доставили их в отделение полиции МВД по городу Обнинска для написания протокола об административном правонарушении. Компания в этот раз собралась разноплановая. Две девушки-жительницы Калужской области, одна гражданка Литвы и еще двое гражданки Украины. Большинство из них давно знакомы сотрудникам полиции. К примеру, одна из задержанных лишь за прошлый год привлекалась к административной ответственности свыше ста раз. Около двух часов дня владельца «Шевроле», припарковавшая свой автомобиль на «Гагарина-45» и покинувшая его буквально на 20 минут, стала жертвой вора. Покидая машину, девушка включила сигнализацию, а когда вернулась и попыталась открыть авто, брелок сработал не с первого раза. Это позволяет предположить, что злоумышленник использовал код «Граббер» для взлома замка автомобиля. Из салона иномарки пропал кошелек и мобильный телефон. Сумму ущерба девушка оценила в 13,5 тысяч рублей. В 16.00 на 108-м километре Киевской трассы водитель фуры «ДАВ», двигавшийся в сторону Калуги, не справился с управлением транспортным средством. Больший груз на большой скорости столкнулся с дорожным ограждением. От удара кабина сложилась и снесла несколько фракций отбойника. Водитель фуры получил травмы различной степени тяжести, а уже после этого происшествия в сторону Калуги на Киевской трассе создалась многокилометровая пробка до тех пор, пока фуру не убрали с проезжей части. Около шести часов вечера в Обнинске водитель джипа «Тойота», поворачивавшись с Курчатова на улицу Мира, не заметил Део Матист, двигавшийся по встречной полосе. В результате внедорожник ударил Део, повредив ему передний бампер и часть кузова. Восемь вечера в дежурную часть полиции МВД города Обнинска зашел нетрезвый молодой человек. Сел за стол, взял лист бумаги, но вместо написания заявления достал из куртки пачку сигарет и зажигалку, а потом попытался закурить в помещении. Полицейские пресекли его необдуманный поступок на корню и вывели мужчину на улицу, ведь причин для появления в отделении полиции у него, как оказалось, не было. А мы напомним, что в нашей стране с 2013 года действует федеральный закон, вводящий полный запрет курения во всех закрытых общественных местах. Нарушение этого закона влечет за собой наложение штрафа. В полночь владельцы дачного участка, расположенного в Садовом некоммерческом товариществе «Долина», приехавшие сюда на выходные, были неприятно удивлены. За те пару дней, что хозяев не было, неизвестные проникли на участок и оборвали всю электрическую проводку. Также злоумышленники разбили распределительный щиток, лишив электричества как дачный дом, так и баню, расположенную неподалеку. Следственно, оперативная группа, приехавшая сюда, устанавливает все обстоятельства происшествия. Из дома ничего не пропало, что и неудивительно, ведь буквально неделю назад в этот дом наведывались воры, которые унесли с собой практически все ценные вещи. Примерно в это же время на Ленина 196 в одной из квартир произошел конфликт между супругами, который привел к ножевому ранению мужчины. 37-летний житель Обнинска вернулся домой на веселе и увидел, что жена на кухне распивает алкогольные напитки с соседкой. Семейная пара повздорила, а потом мужчина упал на нож, как рассказали позже сотрудникам полиции эти двое. Купал, термос вот завалился, вот такой, а, вот, ну так вот, завалился, все. К счастью, ранение оказалось несерьезным, лезвие прошло покасательной. Но все обстоятельства этой бытовой ситуации установят следствием. Утром пятницы инспекторы ДПС на Киевской трассе остановили для стандартной проверки документов 39-летнего жителя Калуги, управлявшего автомобилем Хонда. Как оказалось позже, у мужчины не было при себе водительских прав. Помимо этого, сотрудники ГИБДД выявили, что автомобилец находился в нетрезвом состоянии. В связи с этим мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции МВД по городу Обнинску для оформления протокола за совершенное им административное правонарушение. Этим же днем в 12 часов на проспекте Ленина в Обнинске на автомобильной стоянке не смогли разъехаться две иномарки марки Рено. Владелец Рено Сандера въезжал задним ходом на парковочное место, в то время как водитель Рено Логана сдавал назад, чтобы покинуть стоянку. Автомобилисты не заметили друг друга и столкнулись с задними бамперами. Уже вечером в 18.00 на проспекте Маркса участником ДТП вновь стал пассажирский транспорт. Водитель маршрутной «Газели» при развороте тронулся, чтобы выехать на проспект. Но из-за стремительно приближающегося потока автомобилей по главной дороге передумал совершать маневр и резко затормозил. Этого не ожидал владелец «Хюндая», следовавшего за микроавтобусом. Он не успел остановиться, в результате чего иномарка ударила «Газель» сзади. В 19.00 на Ленина 208 сотрудники полиции МВД задержали 54-летнюю жительницу Обнинска, причастную к краже мобильного телефона, о чем сообщил дежурная часть хозяин пропавшей вещи. Как рассказал полицейский мужчина, он встретил на улице свою знакомую, которая попросила его одолжить на пару минут свой телефон, чтобы позвонить. Он согласился, отдал трубку, после чего дама отошла от него, передала телефонный аппарат своим знакомым, которых потерпевший видел впервые. А те, в свою очередь, взяли чужую собственность и убежали с места происшествия. На данный момент сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по поимке воров. В половине восьмого на пересечении улиц Мира и Гурьянова произошло ДТП с участием двух автомобилей. Ученица одной из обнинских автошкол на Рено, двигавшаяся по главной улице, включила поворотный сигнал, приблизившись к перекрестку. Водитель Хонды заметил сигнал и начал движение со второстепенной дороги. Но, как оказалось, поворачивать девушка не собиралась. Рено продолжило движение по прямой и получило удар в правое крыло. Часом позже на проспекте Ленина водитель Митсубиси, двигавшегося в левом ряду в сторону вокзала, не убедился в том, что соседний ряд свободен и перестроился вправо. Но здесь в этот момент двигалась маршрутная газель. В результате этой невнимательности Митсубиси столкнулся с микроавтобусом. Царапинами ситуация не обошлась. Также у иномарки повредилось одно из колес. Ну а пассажиры маршрутного такси, к счастью, отделались лишь испугом. В 20.45 здесь же, на проспекте Ленина, еще два автомобилиста стали участниками очередного ДТП. Opel остановился перед пешеходным переходом и получил удар в задний бампер от Ниссана, чей водитель не заметил людей, пересекающих дорогу впереди, и, соответственно, не затормозил. В 9 вечера в дежурной части МВД города Обнинска позвонила сотрудница одного из продуктовых магазинов и сообщила, что к ним зашли две цыганки с поддельной пятитысячной купюрой. Полицейские приехали на место происшествия и забрали девушек в отделение для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Как рассказала одна из задержанных, она занимается торговлей, и купюру предъявил ей один из покупателей. Девушка сразу засомневалась в подлинности денег, но купюру приняла. Я ее взяла, подумаю, там все есть, вот эти цифры, все. А вот такая на ощупь непонятная, и там цифры, которые должны быть, чуть-чуть стертые. А в магазине девушка не собиралась расплачиваться сомнительной купюрой. Она попросила кассира проверить банкноту на детекторе валют, где ее подозрения и подтвердились. Все обстоятельства этого происшествия будут останавливать сотрудники МВД. В субботу, в полдень, на 101-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель ВАЗа 99-й модели ехал в сторону Москвы и собирался повернуть с главной дороги к строительному рынку. На зеленый сигнал светофора по встречной полосе двинулись автомобили, и именно в этот момент девятка совершила поворотный маневр, не пропустив поток машин. В результате ВАЗ на полном ходу столкнулся с Фордом. Удар пришелся в левое крыло иномарки. Выехал на встречку прямо на меня со второй полосы. Да, он резко ушел сразу. К счастью, помощь врачей, скорую помощь никому из участников этой ситуации не потребовалась. В 14.00 владелец БМВ припаркованного во дворе жилого дома на улице Королева вышел из подъезда и был неприятно удивлен. Минувшей ночью, пока автомобиль находился без присмотра, неизвестный разбил заднее стекло иномарки металлической трубой и похитил из багажника строительные инструменты. Сигнализация, установленная в БМВ, как сказал потерпевший, не сработала, а ущерб он оценил в 7 тысяч рублей. В первый рабочий день недели сразу два ДТП случилось в зоне действия пешеходных переходов. В 10 утра на перекрестке улиц Курчатова и Победы в Обнинске водитель Хендая остановился перед разметкой, чтобы пропустить человека. Автомобилист Наджили, следовавший за ним, не учел это обстоятельство и в результате чего Хендай получил удар в задний бампер. И в 14.00 аналогичная ситуация произошла на пересечении улиц Энгельса и Курчатова, только на этот раз столкнулись бамперами Рено и Тойота. Пропускал людей, пересекавших дорогу по переходу водитель Рено, а Тойота следовала за ним. Ни в одном из этих ДТП пострадавших, к счастью, не было. В 11.00 на 104-м километре Киевской трассы в ходе стандартной проверки документов был задержан 28-летний гражданин Таджикистана, у которого они оказались не в порядке. Регистрация на территории Российской Федерации у него закончилась около месяца назад. Скорее всего, в ближайшее время задержанному предстоит появиться в суде, где будет решаться вопрос о его депортации. В 12.30 в одном из продовольственных магазинов, расположенном на улице Липунского в Обниске, была совершена кража. К сожалению, воровка не была поймана, ей удалось скрыться из магазина незамеченной. По камерам внутреннего наблюдения стало понятно, что произошло этим днем. Женщина средних лет с большой сумкой прошла в торговый зал и украла с полок 4 бутылки водки, 26 бутылок шампуня и прочей товару на сумму около 5000 рублей. Положив все это в сумку, она взяла бутылку пива, оплатила ее на кассе и покинула магазин. На данный момент злоумышленница разыскивается. Около часа дня охранник продовольственного магазина на улице Курчатова задержал мужчину, который пытался вынести из магазина 4 палки колбасы на сумму 1400 рублей. Как оказалось, ранее в этот день мужчина уже был замечен в другом магазине. Предположительно, именно он украл там две пачки кофе на сумму около 400 рублей. Ранее судимому жителю Обнинска в ближайшее время предстоит предстать перед законом за совершенные проступки. За последние месяцы он уже неоднократно попадался в таких ситуациях. В половине второго в дежурную часть МВД города Обнинска позвонила женщина и сообщила, что на улице Энгельса с ее машиной Range Rover столкнулся автомобиль марки Jeep. На место происшествия выехал экипаж ДПС. Когда инспекторы подъехали к месту ДТП, водительница джипа попыталась скрыться в сторону улицы Курчатова, но попытка сделать это была пресечена. Инспектор на светофоре перекрыл ей проезд служебным автомобилем. Как оказалось, водительница иномарки находилась в нетрезвом состоянии. За вождение в нетрезвом виде и попытку скрыться с места ДТП женщине теперь предстоит отвечать перед законом. В 15.00 на улице Королева водитель Toyota при перестоянии справа в левый ряд не заметил Fiat, двигавшийся слева. В результате этой невнимательности легковушка зацепила автофургон. Fiat получил незначительные повреждения правого крыла, а вот у Toyota в результате столкновения помялся фрагмент кузова. Вечером в 8.00 на улице Мигунова в Обнинске между супругами, проживающими с двумя малолетними детьми в общей квартире, произошел конфликт, который не обошелся без вмешательства полиции. 66-летний мужчина и его 36-летняя жена порздорили, и у нее в руках оказался нож. Как рассказал супруг, он попытался вырвать у нее оружие. Отрескавая телодвижение, лезвие вошло в ногу женщины. Для дачи показаний мужчина был доставлен в отделение полиции. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, и вот что увидите в продолжении нашей программы. В последнее время в регионе нередко появляются в обороте фальшивые купюры различного номинала. На днях в МВД России по городу Обнинску состоялся брифинг, главной темой которого стало противодействие полиции распространению поддельных денежных купюр. Решил обмануть кондуктора в общественном транспорте, предъявив к оплате 100-рублевую фальшивку несовершеннолетний житель Новокограда. Обман не удался, а парню пришлось иметь дело с сотрудниками полиции. В Обнинске все чаще жертвами воров становятся автовладельцы, оставляющие свой транспорт на ночь под окнами жилых домов. Забыв в салоне машины ценные вещи, автомобилист подвергает себя и свою собственность опасности. Реклама пройдет быстро, оставайтесь с нами. 10 февраля в 9 часов утра владелец «Шевроле», накануне вечером припарковавший автомобиль возле жилого дома на улице Гурьянова в Обнинске, обнаружил, что переднее пассажирское окно автомобиля разбито. Ночью неизвестный зломышленник украл из машины видеорегистратор, который владелец иномарки несмотрительно оставил в салоне. Ущерб он оценил в 5 тысяч рублей. В половине первого в автобус, двигавшийся по второму маршруту, на остановке музыкальная школа, зашел подросток и попытался расплатиться с кондуктором поддельность рублевой купюры билета банка приколов. Женщина заметила, что деньги не настоящие и вызвала сотрудников полиции. Для чего ты ее хранил? А? Для чего ты ее хранил? Под кого-то, может, кого? Ну, а как так получилось, что ты кондуктор под кого-то? Ну, у меня они вот прям вместе вот тут лежали, я нечаянно вытащил. Хочется верить в то, что 14-летний парень говорит правду и не собирался пускать в оборот фальшивку, совершая тем самым уголовное преступление. Еще вечером понедельника владелец Ниссана припарковал свой автомобиль у жилого дома на улице Энгельса, а утром вторника он уже не смог уехать по своим делам. Дело в том, что минувшей ночью неизвестные с помощью ножа порезали все четыре колеса иномарки. Хозяин автомобиля вспомнил, что год назад, когда он оставил свое авто здесь же, вблизи детской площадки, неизвестный прикрепил на стекло записку. Тогда автор послания недусмысленно намекал, что владельцу Ниссана больше не следует парковать свой транспорт на этом месте. Возможно, спустя год тот человек решил исполнить свои обещания таким незаконным способом. Этим же днем в актовом зале МВД России по городу Обнинску состоялся брифинг заместителя начальника полиции МВД Юрия Хрепунова и оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по городу Обнинску Павла Гришкина. На мероприятие был приглашен член общественного совета МВД Владимир Ильин. Темой встречи стала профилактика фальшивомонетничества. Павел Гришкин подробно рассказал приглашенным сотрудникам предприятий и организаций в сфере торговли о том, какими способами фальшивомонетчики подделывают купюры и на какие признаки подлинности банкнот стоит обращать особое внимание. С обратной стороны в аппарате я вам на данный момент рекомендую даже не проверять, потому что с обратной стороны, когда вы кладете в аппарат, она сведется абсолютно как настоящая, просто вся белая. Поэтому надо именно в аппарате проверять лицевую сторону. Особый акцент с сотрудниками полиции был сделан о необходимости сотрудничества и взаимодействия в борьбе с фальшивомонетничеством. Были приведены положительные примеры, когда именно благодаря своевременному сообщению в полицию удавалось задержать лиц при попытке сбыта фальшивых купюр. Буквально в полном остатке, когда задержали лица сбывающую денежную купюру, в чем проблема-то была. В один магазин пришел, сбыл, в другой кто-то обнаружил, не стал вызывать сотрудников, сказали, мы у вас купюру не возьмем, значит, все, либо вы поменяете на другую купюру, либо вы уходите, без покупки, соответственно. Этот человек опять взял купюру эту же поддельную и пошел в другой магазин и пытался ее отрезать. В завершение встречи всем участникам были розданы профилактические памятки по алгоритму действий и указаниям основных признаков фальшивых купюр. В 16.00 владелец Черри, припарковавший машину во дворе жилого дома предыдущим вечером, обнаружил, что заднее левое окно автомобиля разбито. Проверив салон, владелец убедился в том, что ничего не пропало. Однако разбитое стекло не такая уж мелочь, и тоже потребует денежных затрат либо от автовладельца, либо от страховой компании. В начале 8-го пожилая женщина, вернувшаяся домой с прогулки, не смогла попасть к себе в квартиру, расположенную на проспекте Ленина в Обнинске. Помешал ей нетрезвый мужчина, перегородивший лестничную клетку в подъезде. Мужчина наотрез отказался пропускать пенсионерку, вел себя агрессивно и даже переходил на грубую нецензурную брань. Испуганная женщина вызвала полицейских, которые удалили из чужого подъезда нарушителя общественного спокойствия. Ну а что босиком, ботинки-то где-то? Я босиком всегда, я босяк. Но остановить личность мужчины не составило труда. У него при себе были документы. В 9 вечера в районе улицы Железнодорожной инспектор ДПС в ходе стандартной проверки документов выявили поддельные водительские права у автомобилиста. Мужчину задержали и доставили в полицейское отделение для выяснения всех обстоятельств этой ситуации. Как рассказал задержанный, эти права были получены им в Москве. Хотя в документе черным по белому написано, что выдан документ в Калуге. Скорее всего, молодому человеку предстоит суд, ведь его действия соответствуют части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Использование заведомо ложного документа. Хроника происшествий середины рабочей недели была насыщена аварийными ситуациями на дороге. Первое ДТП среды произошло в 9 часов утра на 89-м километре Киевского шоссе. Водитель Ниссана, двигавшегося со стороны Калуги, попытался проскочить на перекрестке в Ворсино, но не успел. Поток автомобилей по встречной полосе уже начал свое движение на загоревшийся зеленый сигнал светофора. И Volkswagen ударил Ниссан в заднюю правую дверь, отчего тот улетел в кювет. Водитель не пострадал. Этим же утром на промышленной площадке ФИ водитель Рено, обгоняя пассажирский автобус, не рассчитал маневр и задел его. В результате у иномарки оказалось поврежденным правое крыло. Также в среду в 10 часов утра в здании МВД России по городу Обнинску сотрудниками МВД и службы пожарной охраны прошли учения по пожарной безопасности. Согласно легенде, возгорание возникло в одном из кабинетов, расположенных на первом этаже здания. На место происшествия незамедлительно прибыли несколько единиц спецтехники. Аналогичное учение проводится у нас на постоянной основе сотрудниками пожарной охраны. Действия сотрудников полиции можно оценить. На отлично, своевременно была проведена эвакуация сотрудниками пожарной охраны. Все материальные ценности и документы были также эвакуированы. Все службы, задействованные в учениях, сработали слаженно. По окончанию тушения условного пожара личный состав снова приступил к исполнению своих служебных обязанностей. В половине 12-го в центре Обнинска не смогли разминуться два автомобиля. «Лада Приора» двигалась по проспекту Ленина по левой полосе, а маршрутное такси «Пежот» по правой. Из-за припаркованных на обочине машин правая половина дороги оказалась перекрыта, и водитель маршрутки, не обратив внимания на «Ладу», начал перестроение в соседний ряд. Это и стало причиной столкновения с легковушкой. Участники этого ДТП затруднили проезд не только по проспекту Ленина. Большие сложности испытывали автомобилисты, поворачивающие на проспект с улицы Мира. В полдень на улице железнодорожной столкнулись «Иш-Ода» и «Шевроле». Иномарка начала снижать скорость перед светофором, а водитель, следовавший за ней «Оды», этого не сделал, в результате чего ударил «Шевроле» в задний бампер. В начале 2-го на улице Королёва в Обнинске столкнулись два автомобиля. Водитель «Ниссана Кашкай» сдавал задним ходом по главной улице и встретился бампером с «Рено», поворачивавший на Королёва с улицы Звёздной. В 14.40 на проспекте Маркса «Хюндай» остановился перед пешеходным переходом, пропуская людей, а водитель, следовавшего за ним «Фольксвагена», не среагировал своевременно. Пытаясь избежать столкновения, владелец немецкой иномарки вывернул руль влево, но, уходя на обочину, «Фольксваген» всё-таки зацепил «Хюндай». В половине четвёртого на проспекте Ленина водитель «Цыки» остановился на развороте, пропуская поток автомобилей по главной дороге. За ней притормозил «Митсубиси». Дождавшись удачный момент, дама начала движение, вторая иномарка тронулась вслед за ней. Но приближающиеся автомобили испугали женщину. Она ударила по тормозам, чего не ожидал водитель «Митсубиси». В результате этого иномарки столкнулись. В 20.00 с Ленина 266 дежурную часть МВД города Обнинска поступило сообщение о том, что автомобиль «Хонда Цивик» серебряного цвета в процессе движения по двору ударил припаркованную обочину «Деонексия» и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Наш коллега Георгий Разуваев стал очевидцем того, что произошло во дворе на проспекте Ленина и даже снял на камеру мобильного телефона, происходящее в салоне иномарки. Очевидно, что водитель «Хонда» находился в невменяемом состоянии. Попытки свидетелей помешать мужчине завести автомобиль не увенчались успехом. Он уехал. И уже буквально через 10 минут нетрезвый водитель на улице Красных Зорь на полном ходу протаранил на своей машине «Ниссан» и уехал в сторону проспекта Ленина, потеряв от удара номерной знак своего автомобиля. Вылетел, ударил и погнал дальше. Я думал, он здесь станет остановиться, он по прямой и пошел. Сотрудники ДПС организовали план «Перехват». Три экипажа служебного транспорта выдвинулись в город на поимку опасного водителя и настигли его в районе северного выезда из Обнинска, где «Хонду» удалось задержать. Ну, сколько ты машин попортил? Я вообще ни одной не портил. Ну, вот на Красных Зорь стоит, на Ленина 226 стоит. Сзади сидел. В смысле, сзади сидел? Сзади сидел. А, ты не за рулем, что ли? Нет, конечно. Ну, как это, за рулем сидел бы. Тебя рядом. По словам мужчины, за рулем авто находился его друг, который в момент задержания, видимо, испарился из салона каким-то чудесным образом. К счастью, инспекторы ДПС, слаженно организовавшие преследования опасного автомобиля, в кратчайшие сроки смогли остановить «Хонду», до того, как от действия пьяного водителя пострадал кто-то еще. Около девяти часов вечера на промышленной площадке ФИИ под платформой фуры-длинномера въезжавшего на территорию института оказался автомобилист на «Волге». На этом участке дороги практически отсутствует какое-либо освещение, поэтому водитель российской машины попросту не увидел большой груз, перекрывший дорогу в процессе поворота. С вами был Ильхам Нигматуллин и программа «Экстренный выезд». Берегите себя и не забывайте заходить на сайт телеканала. Видеоверсия этого и других проектов находится по адресу www.obinsk.ru, а также в нашей группе ВКонтакте. Самое интересное видео, снятое вами, вы можете присылать на нашу электронную почту. Спонсор нашей программы – охранное предприятие SGS Group. Увидимся в эфире. До встречи и всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok